Спасибо большое, добрый день, уважаемая Татьяна Владимировна, уважаемые коллеги. Я благодарю организаторов за то, что у меня есть возможность сказать и выступить после презентации Елены Олеговны и после презентации Карлы. Поскольку буду говорить о детях в учреждениях, у которых не было ни игры, о которой говорила Елена Олеговна, и они жили в условиях депривации, о чем кратко упомянула Карла. В моей презентации будут слайды детей в учреждениях. Я вас прошу, пожалуйста, не фотографируйте эти слайды. Спасибо вам за ваше понимание. Около 8 миллионов детей, сирот и детей, оставшихся без печенья родителей, живут в мире в приютах, в учреждениях. Из них очень большое количество, 1,3 миллиона, это дети в странах СНГ, Центральной и Восточной Европы. В 2015 году около 92 тысяч детей проживало в организациях для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Из них в раннем возрасте до 3 лет около 10 тысяч детей. Это та группа детей, которая потом либо пойдет в приемные семьи, либо дальше по линии учреждений, чего бы не хотелось. Большое количество литературы посвящено тому, чтобы показать, что происходит с детьми в учреждениях. И общее психическое их развитие, это слайд слева от вас, и физическое справа. Право отстает от свестников, от нормативной выборки. А это по группе детей из Санкт-Петербурга, которые живут в домах ребенка. Нарушение поведения и привязанности у них наблюдается очень интенсивное. И мы можем, и вы, когда приходите, вероятно, в учреждение, вы видите стереотипии, самостимуляции, неразборчивое дружелюбие, нарушение внимания, повышение экстернального поведения, еще и к тому же добавляется интернализация. 73% детей проявляют дезорганизацию, дезорганизованный тип привязанности. Либо невозможно совершенно никаким образом определить привязанность у этих детей. В этом случае мы имеем и самостимуляцию, и отстраненность, и неразборчивое дружелюбие, и вынужденная улыбка, когда на самом деле ребенок не испытывает положительные эмоции, о которых он сообщает. Он может замирать, у него будут катодианические такие реакции. Скорб, печаль – это основная линия эмоциональная у детей в учреждениях. Могут быть вычурные позы и подавленный гнев. И, несомненно, если ребенок находится в семье, в депривационных условиях, те или иные проявления этого могут тоже наблюдаться уже в последующем и в дошкольном учреждении. Показано, что психическое развитие поведения детям с опытом институциализации дальше в замещающих семьях, когда они переведены в эти семьи, оно зависит от тяжести депривационных условий в учреждении. Чем тяжелее, тем сложнее ребенку. От времени, проведенном так называемые, это уже исследования показали, сенситивные периоды, которые тоже зависят от тяжести. В глобально депривационных учреждениях, предположим, Румыния – это 6 месяцев. В Российской Федерации в домах ребенка определено, что это 18 месяцев. Ну, есть учреждения – 24 месяца. Возраст обследования в семье. Понятно, что чем старше ребенок, тем изменяется развитие, изменяется поведение. И очень важно – от характеристик замещающей семьи. По сравнению с детьми из обычных семей, дети в замещающих семьях, по нашим исследованиям, показывают проблемы социально-эмоциональной компетентности, в том числе в игре, во взаимодействии со свестниками, они показывают проблемы внимания. По сравнению с взаимодействием в обычных семьях, мамы замещающие, они проявляют меньше удовольствия и радости во взаимодействии с приемным ребенком. У них меньше разнообразия игры, структурирования ребенка в игре. У них больше раздражения, реакции на негативное поведение ребенка, тем самым подкрепление такого негативного поведения. Со стороны детей это меньше сосредоточения, развития игры, ловкости в игре. Больше использования зрительного контакта, они как бы используют те формы поведения и взаимодействия, которые наблюдаются у детей более раннего возраста, но в течение первого года жизни. С увеличением времени пребывания в доме ребенка, то есть чем больше в депривационных условиях, тем больше у детей эмоциональная регуляция нарушается, а у мамы усиливается раздражение, тревожность, снижается вербализация, они вербально меньше взаимодействуют с детьми. Если увеличивается время в семье, то тогда у мамы спокойствие, уверенность, настроение. У детей качество взаимодействия и регуляции повышается со временем. Когда мы приходим в семью навестить этого ребенка, тем самым выступая в роли незнакомого взрослого, то у ребенка проявляется поведение дезадаптации в первые минуты встречи с вами, и одновременно он много и часто к вам может обращаться. У него вот это неразборчивое дружелюбие, вы можете здесь же сразу и наблюдать. А если больше времени он в доме ребенка провел, то у него сниженное обращение к матери во время прихода незнакомого человека в семью и увеличение контакта с незнакомым человеком. А если он дольше в семье проходит, то у него усиление беспокойства и обращение к матери в первые минуты визита, тем самым он начинает показывать предпочтение матери и поиск матери в момент, когда приходит незнакомый человек и когда есть некоторая опасность ситуации, это социальная, несомненно, опасность, поведение детей с опытом проживания в учреждении. Я вам рассказываю, извините, пожалуйста, и ничего не показываю. Извините, что я так неправильно это сделал. Вот на этом слайде показано поведение детей с опытом институционализации. Это синенькие столбики. По сравнению с горизонтальной красной линией, это нормативная линия. Мы видим, что в основном это экстернализация в замещающих семьях. И она получается за счет того, что ребенок нарушает правила поведения, у него социальные проблемы и у него агрессивное поведение. Исследования показывают, что те дети, которые в наших учреждениях, в домах ребенка находятся меньше 18 месяцев, это зелененькие столбики, они проявляют гораздо меньшее нарушение поведения, чем дети, которые живут там больше 18 месяцев. И такое ощущение, что мы в наших условиях домов ребенка с этим социальным окружением имеем определенный сенситивный период, за пределами которого наблюдаются в последующем действительно очень большие сложности в развитии ребенка. В целом мы знаем по литературе, что это может быть и психофизиологические, и биологические корреляторы ранней депривации, это и понижение уровня кортизола, изменение размера амигдалы, гиппокампа, мозолистого тела. Это уменьшение мощности Г, нарушение исполнительных функций, очень специфический показатель развития ребенка, и увеличение ментиляции ДНК в генах, вовлеченных в иммунную регуляцию развития функционированной нейронной системы. То есть на самом-то деле все функции организма, не только на поведенческом уровне и психологическом уровне, все функции организма начинают нарушаться. А по исследованию, которое провели коллеги из Великобритании, показано, это длительное лонгитюдное исследование, что даже к 15 годам наблюдается так называемый депривационно-специфический паттерн. Это квазиаутичное поведение у детей, которые находились в учреждении, нарушение привязанности, нарушение внимания, импульсивность и когнитивные проблемы. Реально мы в дошкольном учреждении тогда с этим сталкиваемся, в школе с этим сталкиваемся, и самое главное, что, конечно же, родители с этим сталкиваются, и вероятно, что родители не готовы, они могут не знать об этом, и не готовы к тому, чтобы быть с этим ребенком, и в этом случае у нас есть, не все родители готовы, у нас есть статистика, к сожалению, да, если в 2015 году передано 56 тысяч детей, то 9% детей обратно возвращено в учреждение. Это этот самый момент, и это в условиях, когда, вероятно, нам надо думать о большем качестве сопровождения детей в семьях. Но в целом ситуация, несомненно, улучшается, количество детей в организации уменьшается, в замещающих семьях увеличивается. Это некоторые позитивные моменты, которые происходят в нашем обществе, но при этом есть и негативные, связанные в том числе и с тем, какой это ребенок, и насколько мы, взрослые, можем ожидать того, что он будет демонстрировать, что он будет проявлять в семье, в дошкольном учреждении, либо в школе, либо даже в обществе вне семьи. Тогда надо думать, а какие направления, что мы можем сделать? Ну, вероятно, два. Одно, о котором я уже говорил, это повышение качества сопровождения. Второе направление – это улучшение качества социального окружения в учреждениях. Вот я хочу вам с вами поделиться тем, что было проведено в домах ребенка Санкт-Петербурга. Это крупный лонгитюдный проект, и работа была направлена на повышение чувствительности и отзывчивости социального окружения и повышение стабильности и постоянства персонала. То есть, реально, группы были уменьшены, они были разновозрастные, интеграционные, и были выделены воспитатели, которые выполняли роль близких взрослых. Что в итоге получилось? Ну, вот эта фотография до и фотография после – это такая семейное окружение возможность диадных или триадных взаимоотношений и возможность ребенка иметь, развиваться во взаимодействии с близким взрослым. И в итоге мы получаем следующие эмпирические данные. Вот это по методике домашнего окружения ребенка, которая оценивает отзывчивость, принятие, организация окружения, материалы, вовлечение в активность. И вы видите, что в красном доме ребенка, обозначен красной линией, это дом ребенка, в котором были проведены оба варианта изменения и чувствительности, и стабилизации социального окружения, резкое увеличение сразу после того, как были проведены эти изменения. Тогда как в двух домах ребенка других, один контрольный, а другой, в котором только обучение персонала проводилось, такого типа изменений не произошло. В ответ на такое изменение оказалось, что как типично развивающиеся дети, так и дети с нарушением развития, через 4-9 месяцев пребывание в этих новых для них условиях, в новом социальном окружении увеличивают свое развитие. И чем дольше они находятся в этих условиях, тем лучше они, то есть развитие продолжается. Ну вот здесь 4-9 месяцев и 9 месяцев и более. По сравнению с этим, два других дома дома ребенка, дети в других домах ребенка, не показали такое развитие. Качество игры, интересы, саморегуляция, то, что, собственно, чего бы мы и хотели, вероятно, видеть у этих детей, в условиях изменения социального окружения повысилось. И положительные эмоции, социальная инициатива, и коммуникативность тоже повысилась у детей в этом учреждении. Исследования, которые параллельно мы провели в Красноярске, и там тоже было проведено в доме ребенка, изменения показало, что через 2,5 месяца после таких стабилизаций социального окружения и самостимуляции, и раскачивания, и аутоагрессии, и вычурные позы, все эти проявления дезадаптации, они резко уменьшились, и к 8 месяцам они снизились до минимума, хотя все еще у некоторых детей продолжалось. Показано, что поведение привязанности, которое является таким ключевым, как показатель установления взаимоотношения ребенка и близкого взрослого, стремление к близости ко взрослому увеличилось. Поддержание контакта после того, как эта близость совершена, увеличилась, и избегание взрослого уменьшилось у тех детей, которые были в новых условиях окружения. Вот это пример того, как один из детишек проявляет себя в незнакомой ситуации, когда взрослый близкий, взрослый человек уходит, и вот он плачет, зовет, значит, у него есть опыт того, что если он позовет, то тогда взрослый придет. Как только дверь открывается, он сразу обращается к этой двери, это вторая фотография. Третья фотография, он стремится к близости со взрослым, обхватывает, и у них очень сильный контакт, он получает долю своего удовольствия, и только лишь после этого может обратиться к игре и к игрушке. Это качественная привязанность, несомненно, которая называется безопасной привязанностью. А развитие детей дальше из этого учреждения, что бы мы могли ожидать? Мы могли бы ожидать, что, по крайней мере, предполагали, что в замещающей семье эти дети будут лучше. И действительно, из семейных условий, по сравнению с детьми из обычного дома ребенка, они проявляют меньше неразборчивого дружелюбия, больше инициативности и стремления вовлечь в деятельность, и больше эмпатии. И чем дольше ребенок проводит в семейных условиях, тем больше у него инициативность и стремление вовлечь в деятельность, и меньше проблем экстернализации и внимания, о которых раньше мы говорили. Тогда мы можем сделать выводы. Ключевыми характеристиками по исследованию, по теоретическим и теперь уже полученным эмпирическим данным, которые влияют на развитие психического здоровья ребенка, является чувствительность, отзывчивость и постоянство близкого взрослого, который находится рядом с этим ребенком и выполняет роль родителя. Программа, которая направлена на обучение персонала быть чувствительным и отзывчивым, и структурные преобразования улучшают качество социального окружения и, как следствие, улучшают психическое развитие и поведение детей. В том числе, это очень важно, потому что эта группа детей продолжает сохраняться в учреждениях детей с тяжелыми нарушениями развития. И положительные изменения качества социально-национального опыта раннего положительно отражаются на поведении и развитии детей в последующем замещающей семье. Но вот мы знаем, что дальше нам необходимо думать о характеристиках семьи и подживания. Это постоянство замещающей семьи, социально-экономический статус, о котором сегодня говорила Марина Васильева, отсутствие наличия насилия и пренебрежения, наличие и доступность системы профессионального сопровождения супервизии. Последнее чрезвычайно важно. У нас очень много социального сопровождения, но у нас очень мало научно обоснованного психологического сопровождения, к сожалению, которое требуется. И научно обоснованных программ раннего вмешательства не так много, а в Российской Федерации их совсем мало. Но в связи с концепцией развития ранней помощи Российской Федерации до 2020 года, нам необходимо просто научно обоснованное профессиональное сопровождение внедрять. Необходим поиск такого типа эффективных программ за рубежем, может быть, при внесении сюда, потому что зачем выдумывать то, что уже, вероятно, сделано коллегами. Но и реорганизация учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оно теперь уже согласно постановлению 481-м происходит. И 481-е постановление во многом взяло те аспекты реорганизации, которые были проведены в Санкт-Петербурге, в домах ребенка, о которых я вам рассказал. С нашей точки зрения, при определении места жизни ребенка, необходимо исходить из положения о том, насколько его социальное окружение соответствует его потребностям развития и потребностям психического здоровья. Вне зависимости от того, где. В биологической семье, в организации для сирот или в замещающей семье. Конечно, лучше в биологической, но, к сожалению, есть дети, которые требуют лучшего окружения и в замещающих условиях. Спасибо большое. Спасибо.